Пару лет назад по заказу одного из коммерческих банков Абхазии Тимур Кайтан разработал целую серию эскизов абхазских монет и банкнот различных номиналов. Проект так и не получил дальнейшего развития, но наработанные эскизы очень пригодились, когда Национальный банк Абхазии выступил с инициативой выпустить первую абхазскую банкноту к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. У нас было задание изготовить денежные купюры, мы их несколько сделали, но остановились именно на портрете Владислава Арцинька. Учитывая то, что мы в преддверии праздника и в преддверии такой круглой интересной даты, мы решили в таком аспекте это все сделать, с Днем Победы. А так идеи было очень много интересных. Первоначальные эскизы выполнены в зеленой цветовой гамме. Окончательный вариант будет другим, бежево-коричневым. Кроме того, для изображения на лицевой стороне рассматривалась кандидатура Нестора Лакоба, а наоборотная могла быть христианская церковь, абхазский драмтеатр или орел. После некоторых раздумий утвердили изображение Владислава Арцинька и силуэт архитектурного комплекса Сухума на фоне символической крепостной башни с государственным гербом. Это логотип, можно сказать, такой знаковый момент. Была такая разработка старого диаскура, старой диаскурии, в общем, города Сухум. И мы как-то хотели ее совместить, поскольку это столица города, имеет очень значимое историческое значение вообще в жизнедеятельности нашей. И поэтому мы акцентировали именно на этом. Эскизы монет Тимур Кайтан прорабатывал не менее тщательно. В его коллекции огромное количество вариаций на тему национальной символики. Вместе с Тимуром Кайтан Батал Джапо дорабатывал некоторые детали памятной монеты на компьютере. Процесс трудоемкий, ведь нужно понять, где использовать рельеф, а где плоскость, какую часть лучше сделать в золочении, какую оставить в серебре, выполнить флаг из цветной эмали или выдержать в общей цветовой гамме. В основу эскиза памятной монеты легла фотография, сделанная Георгием Цвижба. Ветеран еще Великой Отечественной в 1992 году Георгий Цвижба прошел еще одну войну, но теперь уже с фотоаппаратом в руках. Благодаря его труду многие эпизоды войны навсегда вошли в историю. Перед июльским наступлением весь фронт принимал заново присягу, все бойцы, и клялись на знамени, клялись перед своими друзьями, и потом, коленопреклоненно, они целовали свое знамя Абхазское. И вот эта фотография, которую использовал Тимур, это его идея, очень удачная, она одна из самых динамичных фотографий из этой серии присяги, да, так скажем. Там многие же это делали, но вот этот парень, вот в этой такой, значит, что это, телогрейки или что-то такое непонятное, вот он наиболее, так вот, скажем, атмосферу вот такую точную, значит, трепетную передал. На лицевой стороне монеты обычно нет никаких художественных сюжетов. Здесь изображают герб, название банка и номинал монеты. Тимур Кайтан разработал художественный элемент, который гармонично дополнил общую динамику. Тут сюжет «Борющийся народ», да, здесь Тимур предложил вот такую композицию, когда масса людей, сражающихся, двигается, значит, слева направо, здесь и воины, здесь наши сестры, медсестры и так далее, и старый, млад, и они все вкомпонованы в карту Абхазии. Это говорит о том, что вся Абхазия воевала, там не было тыла у нас такого. То есть, как бы, вот таким способом была передана вот некая такая информация, которая нам всем известна. Памятная монета и банкнота номиналом в 500 АПСАР будет презентована и появится в продаже уже на следующей неделе. И если в случае с монетой это станет продолжением традиции, то памятная банкнота – первый подобный эксперимент Нацбанка. Впрочем, он может быть успешно продолжен. Благо эскизов, таланта и энтузиазма нашим художникам не занимать. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Абаза ТВ.